Каждую среду в студии телеканала Самары ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Что такое экстремизм по оценке Русской Православной Церкви? Как понять, что с вами общается экстремист? Что делать, если вам предлагают совершить преступление? В нашей студии протеерей Максим Кокарев, ректор Самарской духовной семинарии. Максим Сергеевич, отец Максим, здравствуйте. Спасибо большое, что нашли время, пришли в нашу студию. Вот вопрос на самом деле болезненный, вопрос важный. По вашей оценке, что такое экстремизм? Как это трактует РПЦ? Ну, экстремизм – это явление, вне всякого сомнения, очень сложное, многообразное. У него разные проявления. Бывает, мы часто сталкиваемся как раз с таким специфическим видом. Это религиозно мотивированный экстремизм. Или какие-то религиозные экстремистские течения организации. Он может быть обусловлен и нерелигиозными, конечно, причинами. Но если попытаться дать какое-то, даже не определение, а описать это явление, то экстремизм, наверное, начинается там, где некая цель, которая сверхважная для данного сообщества, для данной группы, она становится той целью, которая оправдывает абсолютно все средства. То есть, ставится некая цель, и ради достижения этой цели можно пренебречь абсолютно всем базовыми правами и свободами человека, жизнью человека. Причем как жизнью самих членов сообщества, то есть такая как бы жертвенность, так и с гораздо чаще, с гораздо большим, так сказать, пренебрежением к жизни тех, кто стоит на пути к реализации этих планов. То есть, вот эта цель, оправдывая средства, это одно из ключевых, то есть, наверное, таких критериев. И это действительно область такого тотального насилия над духом человека, над свободой человека, повторюсь, над правами человека. И, собственно говоря, страдают от этого, в первую очередь, люди совершенно невиновные, скажем так, которые подстали на пути. Но на самом деле сам человек, вовлекая ему туда, мы это видим, он ломается, да, он ломается. И чтобы человека сломать до такого состояния, чтобы он был готов переступить через, да, все, что угодно, через жизнь ближнего, через вообще какие-то базовые какие-то ценности, ну, с ним самим надо сначала провести такую серьезную работу, да, чтобы вот он стал послушной такой, как бы, марионеткой, да, в руках тех, кто управляет всем этим процессом. Вот если тогда брать религиозную, может быть, мистическую точку зрения, как вы считаете, а экстремизм – это бесовщина, можно так сказать, в определенном смысле слова? Я дилетант, и, может быть, я не к месту употребил это слово, но тем не менее. – Ну, употребить это слово, наверное, можно, ну, потому что по плодам особенно, да, то есть по результатам, то есть мы же знаем, что в писании есть такие слова, что как дерево узнается не по листьям и не по цветам, даже если очень красиво, а по плодам, по реальному, то по результатам этой деятельности, конечно, можно так сказать. То есть это может быть не то бесовское одержание вот в прямейшем смысле, да, – Ну, как мы, обыватели, понимаем, да, что бесноватый. – Нет, но на самом же деле человек, который переступает абсолютно через все нравственные нормы, он идет по пути, ну, действительно, такого, по пути потери человеческого образа. То есть вот писание, да, и вообще христианская традиция говорит о том, что у человека есть цель, вот такая главная такая стратегическая цель человека, она на языке богословском называется словом «обожение», «теозис», да, то есть… – Обожение? – Обожение, да. То есть человек, кто-то из святых отцов сказал, такая антропологическая максима, человек – это животное, получившее повеление стать Богом. То есть человек должен, развивая в себе черты образа Божия, вот эта фраза, еще ветхозаветно, что человек создан по образу и подобию Божию. – Вот вы как раз у меня с языка сняли, человек же создан по образу и подобию Божию, а при этом человек – это животное, которое должно попытаться стать. – Ну, материально, физически мы понимаем, что мы животные, мы знаем, как мы во всю эту таксонометрию вписываемся, да, как бы, то есть никто не меняет, не может отменить того, что вот по телу своему, физически, мы вполне себе часть этого животного мира. Но только человек получает особое благословение от Бога, то есть об этом говорит Писание, только про творение человека сказано, что и вдумал Бог в лицо его дыхания жизни, что-то особенное, отличающее нас от остального животного мира. И вот эту фразу по образу и подобию Божию, да, она, ну, как бы, несколько избитая, ее многие знают, вы, конечно, слышали, даже те, кто Писание не открывал, а где-то вот она так, в воздухе. Она же не означает, что мы созданы по образу Божию, скажем так, вот, видимым образом. – Что он взял и копию? – Да, потому что телесно мы, да, похожи на, скорее, на животный мир. И вот это определение, что такое образ Божий в человеке, в христианстве трактуется как набор уникальных для человека качеств, которые являются отображениями качеств Божьих, да, каких-то таких специфических, скажем так, божественных черт. То есть ум, разум, разум, свобода, ну и способность к творчеству, наверное, вот основные, да, которые с этой отцом обсуждали. Но образ и подобие Божие в человеке, они обычно не сливаются в одно и две разные вещи. Образ – это все-таки данность. Человек наделен разумом, свободной волей, наделен способностью к творчеству. А вот подобие, подобие – это заданность, вот это то, куда человек должен развиваться. Развивая вот эти в себе черты, разум, свободу и многие другие, да, творческие, человек должен, то есть это не статично, это динамичная величина. То есть от образа к подобию человек движется в идеале. То есть христианство видит человека таким. У него как бы базовые настройки даны, да, а вот дальше он их или развивает, или нет. То есть если человек не идет по пути о Божьем, не идет по пути развития всего того благого, что в него Богом заложено, он деградирует. И он может стать образом не Божьим. То есть он может не идти по пути о Божьем, а идти как раз по пути озверения и, как бы, о сатанении. По сути дела. Он может стать богоподобным, а может стать бесоподобным. То есть так. Вот так. И, соответственно… Это вопрос свободы человека. Господь принудительно к себе, да, вот за, так сказать, никого… Поэтому Господь таким, как его видят христиане, он как раз не экстремист. То есть он никого не заставляет вас, он ни на кого не надевает кандалы, не заставляет выполнять… Да. А вот если бы он делал все это с нами, даже для нашего блага, все дело нашего возрастания, скажем так, насильно, это было уже больше похоже на экстремизм, как раз. С благой целью, какими-то не очень корректными средствами. Ну да. Вот, кстати, тогда с этой точки зрения, если брать вот, ну, направления, о которых мы говорили, религиозный экстремизм – это же секты, ведь речь идет, наверное, в первую очередь о них, потому что, как правило, они говорят, что вот ради там светлой цели давайте… Да. Причем вот, ну, мы чаще сталкиваемся с, скажем так, проявлениями, ну, пока не на слуху мы понимаем, что, да, с каким-то исламским экстремизмом, но мы тоже понимаем, что это же не мейнстрим ислама. Это как раз вот секты, можно назвать их так, секты внутри ислама. Есть и псевдо-христианские секты, и их немало мы знаем. Их немало, и мы знаем… Которые, как бы, тем не менее, говорят о том, что мы якобы христиане. Да. И были случаи, ну, может быть, они там масштабы не те, но мы с вами помним Белое Братство. Мария Давида Христос, якобы, да, вот это все. Да, слово-то она же это использовала. В 90-е годы. Мы, там, они могут быть синкретичные, они могут быть какого-околохристианские, там, не знаю, псевдо-ориенталистские, восточные, всякие там, аусин реки, там, да, тоже жертвы, тоже страшная вещь. Но самое интересное для меня, как для освященника, самое, как бы, вызывающее беспокойство, они могут быть, да, и вот какие крипто, такие скрытые, такие крипто, такие секты внутри, как бы, церкви, внутри православия. Ну, вот, вспомните последнюю ситуацию со штурмом на Урале монастыря, да, когда, да, Сергей Романов. Но это же, вот, не дошло до чего-то более масштабного, да, по разрушительности. Но, в общем, тенденция была очень такая. То есть, это очень жесткая организация, подчинение, вот, своему гуру, в данном случае, как бы, вот, это не восточный гуру, а вполне себе православный старец. Вот, беспрекословное подчинение и сильная такая обработка, потому что все адепты, с которыми потом общались и органы, да, и есть там у этого дела уже тома и тома, там же промытые, на самом деле, очень сильно сознание промытое. И доводится до сих пор иногда и мне натыкаться, ну, правда, в интернете в основном, на тех, кто защищает, и тех, кто вот близок к этой группе, с пены в рта. То есть, там один из главных критериев – это абсолютное отсутствие критического мышления. И такое полушуточное, полу… ну, не шуточное, это такой вот тест, как понять, что с тобой разговаривают люди из какой-то относительно тоталитарной, да, структуры или секты, да. А как понять? Ну, вот интересно. Ну, на самом деле, есть и методички даже, какие вопросы задавать, но один из таких ключевых вопросов, вот, и мной опробованный тоже, да, то есть, когда ты, ну, спрашиваешь, человек тебе красиво очень рассказывает, да, там же все очень, так сказать, все подается в позитивных, естественно, таких там тонах, и его можно попросить поразмыслить и сказать, а что тебя не устраивает в твоем руководстве, да, вот это… Еще раз, что тебя не устраивает? Не устраивает в, ну, не знаю, в подходах, в деятельности твоего руководства. Именно твоего руководства, да. Потому что, например, ну, вот, если меня спросить, все ли мне нравится в той церкви, да, в которой я принадлежу, да, то есть, ну, я на самом деле скажу, что какие-то вещи мне могут и не нравиться. То есть, я принимаю, да, как послушный человек. То есть, это допустимо, на самом деле, для священнослужителей. Ну, мы же люди, так сказать, с головой. То есть, мне хотелось бы, например, чтобы в священном начале делал вот еще вот такие вот шаги, да, какие-то, да, которых я вижу недостаточность, допустим. Я могу очень долго об этом говорить. Это совершенно не значит, что я ухожу в раскол. Нет. То есть, но критичное такое осмысление, да, всего, что происходит вокруг, это нормально. Это приветствуется, это нормально, да? Ну, то есть, кем-то приветствуется, кем-то нет, но просто это нормально. Это нормально. То есть, я не обязан абсолютно все, да, на, как бы, вот, сто процентов всегда оправдывать. Если кто-то, кто-то, да, из священнослужителей допускает какие-то высказывания, да, или допускает действия, тем более публичные, которые, ну, я как христианин, да, мне не кажутся сомнительными. Ну, меня никто не принуждает, да, абсолютно, как бы, оправдывает это все. Если мы спросим человека, вот, о его организации, да, то есть, если мы слышим абсолютно и только хвалебные, причем такие, знаете, очень пафосно хвалебные отзывы, и у них в организации вообще не принято никак не корректировать, не даже пытаться осмыслить, как бы, политику партии, да, это должно, ну, уже слегка насторожить. То есть, вот это вот восторженное приятие только одной линии, да, то есть, и абсолютная невозможность, скажем так, как-то, значит, даже дискутировать, даже абсолютно в мирных таких корректных рамках, просто, просто, как в свое время, помните, фраза была, да, что, про какой-то орган, что это не место для дискуссий. Да, да, да. Ну, вот, ну, то есть, если дискуссия и диалог совершенно невозможны в этом сообществе, меня вообще, если честно, напугает такое сообщество. То есть, я сталкиваюсь даже вот с внутрицерковными группами, ну, допустим, есть священник Н, очень харизматичный, очень популярный, у него есть вот все больше сплачивающаяся группа, да, как бы община, группа сторонников. Как только я в этом сообществе аккуратно пытаюсь некоторые слова или поступки этого священника Н поставить под сомнение, что это не истина в последней инстанции, ну, естественно, ну, как часто бывает в интернет-дискуссиях, сразу видно вот такие сообщества, которые, я не хочу сказать, уже экстремические или уже тоталитарные, но вообще-то у них есть тенденция туда развиваться, то есть в тебя сразу полетит все, что только можно. При этом это люди, которые себя позиционируют как православные везде и всюду, и вроде бы там должна быть какая-то любовь христианская, да, хотя бы уже внутри церкви. Ну, вот считаешь ты, что твой священник всегда прав во всем, да, но вот откуда появляется такая агрессия, да, это, конечно, очень настораживающая тенденция. Они бывают, то есть, слава богу, в основном на уровне интернет-дискуссий, ну, просто видно, что у человека прям сразу его стоит только чуть-чуть задеть, чуть-чуть покритиковать его, значит, гуру, назовем его таким восточным. Ну, или даже задать вопросы какие-то. И даже просто задать вопросы, да, вы искренне считаете, что вот это все правильно? Там сразу будет, чаще всего, к сожалению, не будет конструктивного диалога, тебе не попытаются нормально по-человечески ответить, да, почему у нас так, почему мы считаем, что это правильно, а просто оскорбление. И это страшно, это причем бывает даже внутри церкви. Вот я понял, что с этой проблемой сталкивается даже и РПЦ, и я понял, как, ну, понять, что с тобой общаются экстремисты. То есть, вот, ну, действительно, кстати, очень логично, готовы ли вы критиковать или хотя бы критически осмысловать действия своих руководителей. А вот самое, наверное, страшное, самое страшное, потому что одно дело, когда это речь идет просто, вот, ну, скажем, о каком-то слепом подчинении, но другое дело, когда это выводится, когда человека потихонечку, потихонечку готовят к совершению каких-то плохих вещей, ну, по-русски говоря, преступлений. Вот здесь, на ваш взгляд, вот, что делает человеку, если ему либо предлагают совершить преступление, либо потихонечку начинают намекать, что вот хорошо бы тебе, вот, подумать о том, что нужно, и дальше там бывают разные тексты. Ну, если человек еще не сильно втянут, конечно, он еще может это почувствовать. То есть, если человек на начальном пути, должно, конечно, что-то насторожить, да, даже если тебе как-то нравится, тебя туда начинают все больше, скажем, вовлекать, вот есть какая-то грань, когда ты должен почувствовать, ну, помнить просто, что вот это вот оправдывание великой какой-то цели, даже замечательной там, вернее, оправдывание любых средств, это уже не может быть нормальным. И когда тебе потихонечку начинают говорить, что, ну, вот, цель понятна, цель какая-то благая, потихонечку начинают говорить, что, ну, якобы благая, тебе начинают говорить, что вот ты-то привык, то есть нормальный человек-то привык все-таки мыслить в том числе категориями законности, да, что-то есть вещи, которые, и как только начинаются такие разговоры издалека, что, ну, как бы, закон тоже придумывали люди, там, если, может быть, и не все в нем обязательно, и не обязательно все соблюдать, и там что-то можно и приступить ради великой цели, да, то есть человек должен понять, что это вот та как раз группа, которая, да, не является нормой, да, не является, это уже какая-то девяция, поскольку никто из, как бы, вот, если мы говорим о религиозной группе, никто из адекватно верующих не будет тебя вот к этому склонять, то есть как и почему люди переступают этот порог, и в какой момент они перестают чувствовать неправильность вот этих посылов, вообще мне сложно, да, то есть и вам, может быть, сложно, нам людям, которые, вот как вот так, да, мы представляем, поэтому это, да, это вопрос, конечно, и к психологам, в том числе, как это, ну, в общем, манипулятивные технологии существуют, они работают, и, наверное, можно, не каждого, люди разные, и людей-то ищут все-таки, ищут людей с более податливой психикой, то есть не каждого можно завербовать, и не каждого можно склонить к каким-то вот противоправным действиям, поэтому умные вербовщики ищут людей и, наверное, как-то умеют распознавать людей, которые более подат, более впечатлительны, да, то есть совершенно разные мотивы, мы знаем, то есть как там во всякие, в запрещенной нашей стране, там даже называть не будем, чтобы рекламировать, да, там через там любовь, через как бы любовь, через какие-то романтические чувства, да, у кого на что, собственно говоря, то есть еще там, я думаю, что это тоже... Болевые точки такие. Да, это очень большая работа такая... Злодейская. Злодейская, да, отрицательно ведется, да, металлические есть, да, которые действительно учатся в какого человека, на чем, ну, там самые банальные вещи, некоторые просто же обещают какие-то финансовые от этого, так сказать, помимо, может, всего прочего еще какие-то выгоды, но тоже купить можно не каждого, а вот за какие-то идеи там, да, за чувства какие-то, да, какие-то страсти, пороки, да, то есть в принципе можно. И вот что, вот рецептов такого, чтобы тебя не, скажем так, совсем никуда не завербровали, сто процентов-то, наверное, нет, да, то есть, ну, потому что мы видим, что регулярно с кем-то это случается, то есть вот так, чтобы прям была какая-то методичка, и чтобы вот всем она одинаково помогала, но вот про религиозную составляющую могу сказать точно, что если человек, хорошо зная свою традицию, как бы вот основную, да, магистральную, его сложно обмануть, сложно подать им под видом, например, православия, какое-то вот такое вот царебожничество, есть у нас секты такие царебожнические, вот тоже, было же недавно арестовали одного персонажа, который называл себя одновременно царем, патриархом, там, и сиделиц такой, да, то есть он все выстраивал, забыл, как его звали, да и ладно, много чести. И при этом у него еще было криминальное прошлое, да? Да-да-да, он весь абсолютно в наколках, там. Ну, то есть, а потом вдруг неожиданно... Да, он и царь, и патриарх, еще какой-то титул, он вот, и основной, основная тема этого культа была как раз вот гипертрофированное почитание царской семьи, это есть вот такой православный монархизм, это какой-то обостренный, сильно-сильно болезненный, и абсолютное неприятие того, что происходит, условно говоря, в официальной церкви, да, критика ее, что тут все плохо, а вот наше вот такое сообщество, да, то есть они, как сказать, организовывали ячейки, они приобретали недвижимость в сельской местности вот такими коммунами, условно говоря, общинами жили, ну, в общем, верхушку все накрыли, насколько я помню, вот, ну, и ведется работа дальнейшая. То есть, если человек выцерковлен нормально, то вообще-то это все-таки определенные, ну, не стопроцентные, может быть, но очень сильная прививка от того, чтобы тебе под видом православного, допустим, христианства подали какую-то вот такую радикальную историю, да, и ты бы смог в нее войти и маргинализироваться. То есть, это то же самое касается, ну, я так думаю, предположу, я не так глубоко эту тему знаю, то же самое, думаю, касается ислама. Если человек по-настоящему, настоящий, так сказать, мусульманин, да, вот в традиционном таком, то его, наверное, утащить в какие-то вот такие салафитские или какие-то еще течения сложнее. А тот, кто поверхностно, того, наверное, проще. Якобы. Да, и человек, может быть, очень искренний, горячий, вот эту вот энергию в русло совершенно не в то направить можно. Поэтому один из рецептов, это, конечно, ну, углубление своих знаний, это, если мы говорим о религиозном составляющем, это воцерковление, да, и все-таки, и при этом сохранение критичного мышления. То есть, как бы тебе не нравился конкретный проповедник, да, то есть, в любой конфессии, в данном случае, не важно, хорошо бы всегда включать голову и не допускать такой мысли, что все, что вот он сейчас там с этого ролика там, да, на тебя изливается, да, то есть, что это все истинно в абсолютной инстанции. Более того, более того, то есть, можно слушать человека и быть под его влиянием, а потом меняется, ну, интонация и меняется содержание того, что транслирует проповедник. Это очень сложно, но в какой-то момент, да, найти в себе силы и перестать. То есть, вот есть люди, кого я читал и слушал, и сейчас бы читать и слушать не стал. Потому что вот сейчас меня не устраивает то, что эти люди говорят сейчас. То, что эти люди, говорят, 10 лет назад проповедовали там вещи, допустим, гораздо более адекватные. Ну, люди тоже бывает такое, меняется. Ну, люди меняются, да, и, к сожалению, в разные стороны. Да, и поэтому иметь смелость, сказать, что нет, вот теперь я не согласен, хотя очень сильно уважал этого человека, это ведь тоже серьезно, ты вот привык относиться к нему так, а тут ты видишь, что он явно начинает, его явно начинает заносить. И вот сейчас мне с ним не по пути, потому что меня с ним тоже занесет, вот, и вовремя, как бы, да, это, наверное, даже болезненно, это, знаете, как некое развенчивание авторитетов, да, ну, а куда деваться без этого? Не сотвори себе кумира. Совершенно верно. Но мне, знаете, вот очень понравилась вот эта ваша фраза, я ее сейчас еще раз артикулирую, это нужно очень внимательно следить за тем, когда тебе начинают исподволь говорить, что законы, которые существуют, их тоже написали люди, и они вовсе не обязательны для исполнения. Вот это очень важный момент, вот я прям хочу его отдельно подчеркнуть, потому что это означает, что тебя потихонечку начинают готовить к тому, что эти законы можно нарушить. И вопрос, насколько нарушить. То есть там, ну, понятно, не укради, это тоже плохо, но есть же еще и более жесткие запреты. То есть тебя начинают, а следующим шагом тебе скажут, не убей, это тоже не так уж обязательно. То есть это тоже якобы люди скажут. Тебе могут сказать, понимаете, на чем еще люди попадаются в экстремистских или крето-радикальных сообществах, тебе могут говорить, что не убей, это правильно, но это не на всех распространяется. А, вот так вот, да. То есть есть чистые и нечистые. Да, например, кафера можно убить, допустим. Или того, кто противодействует вашей организации, они враги нашей организации, они согласны, их можно... Или там он москаль, давайте его тоже, его можно. Да, это расчеловечивание, это очень такая, это система, система, как бы опознавания свой-чужой. Вот для чем, ну, я вообще скажу такое, чем архаичнее сообщество, тем, в принципе, эта система жестче. Потому что, ну, это была, значит, какая-то статья про племя в Купуа-Новой Гвинеи, мы же совсем пойдем далеко, чтобы не трогать какие-то вот рядом, совсем отдаленно. Вот Купуа-Новой Гвинеи, вот там племя охотников за головами, у них доблесть принести голову, пока юноша не принесет первую голову, да, значит, отрезанную, извините, он не мужчина, это отчасти инициации. И, причем даже не обязательно в честном бою, это может быть, караулить, сонсить на охотники. И когда одного из старейших, старого, там, пристарого, значит, спрашивает корреспондент, то ли National Geographic, то ли какая-то еще была статья где-то, а вот есть какая-то разница, как бы, чью голову, ну, или нет, ну, собственно, конечно, белого. Тот сразу отодвинулся подальше, говорит, а что это белого сразу? Ну, как, они же совсем другие, они почти не люди. Ну, потому что, ну, вот есть свои, похожие, по свету кожи, по каким угодно признакам, а, ну, это почти как животное на охоте, белый же настолько другой. Это то же самое, как в других идеологиях, наоборот, белый аризм, да, а остальные не совсем люди. То есть это ни в коем случае не хочу сказать, что это только может быть, да, в Папуановой грехе. То есть это работает в разные стороны? Конечно, конечно. И самое главное, что, в принципе, вся история человечества показывает, что вот эта система, координат свой-чужой, она, ну, всегда практически работала. Даже если мы возьмем Ветхий Завет, Ветхий Завет, там все равно не было полного универсализма. Все равно вот к своим, да, так было отношение, а к другим немножко могло быть по-другому. Да, то есть когда там есть фраза, своим нельзя давать деньги в рост процент, а чужакам можно. Вот, потому что немножко заработать. Вот, и на самом деле, в глобальном смысле, только Евангелие, только Христос, вот это, эти границы стирают. Все притчи, мы помним, о милосердном самаренине, когда, в общем-то, чужой формально, чужой самаренин, вообще там за один столб никогда не сел там иудей и самаренин, в притче у Христа он оказывается самым близким. И вот христианство не знает таких границ, потому что, как говорит Павел, да, нет теперь ни иудея, ни эллина, ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного. То есть, вот это все, то, что люди, социальные настройки, раба свободного, это не национальное разделение, но тоже свой чужой, по социальному признаку. Вот эти все заборы, которые человечество, значит, в древнее время регулярно, так сказать, возводило, и продолжает возводить в практике, в теории, хотя бы в теории, Евангелие, да, все это просто смывает, как поток свежей воды, врываясь, так сказать, да, потому что вот, ну, действительно, во Христе уже становятся эти вещи неважны, ни цвет кожи, ни разрез глаз, ни так далее. И ты через призму Евангелия понимаешь, что образ Божий, он не связан ни с национальным, ни с социальным, ни с образовательным, ни с каким другим статусом, потому что образ Божий, это то, что в каждом человеке. И как я могу переступить границы, не знаю, жизни или каких-то достоинств другого человека, если это такой же образ Божий. То есть, образ по-гречески звучит как икона. То есть, человек – икона Бога. Мы об этом не задумывались, потому что, ну, то есть, шутка икона. Икона – это некий такой, некое окно в горний мир, да, это, взирая на этот образ, мы восходим умом к первообразу, да, к тому, кто изображен. Так вот, те качества, которые в человеке есть – разум, свобода, творчество – это Божие качества в том числе. Только у Бога есть большой, Бога у нас поменьше. И человек – это действительно икона Бога, смотря на человека, мы можем что-то о Боге узнать. Изучая разум человека, мы понимаем, что есть абсолютный разум. Изучая границы свободы человека, мы понимаем, что есть Божественная граница, свобода, она вообще без границы и так далее. То есть, человек – это икона Бога. Взирая на человека, можно что-то узнать о Боге. Что-то узнать о Боге можно даже, взирая просто на гармонию этого творного мира, на зверушек, на траву, на красоту, все это. Но только на человека глядя, мы какие-то более глубокие вещи узнаем о Боге, да. И поэтому если человек такая же, другой человек такая же икона Бога, то есть как я могу что-то с этой иконой сделать, надругаться над этой иконой? То есть если у человека в голове такие мысли есть, его сложнее затащить в какую-то экстремистскую историю. Потому что ты можешь там как угодно, может быть человек этот приятен, неприятен, но ты к какой-то границе подходишь, ты себя обратишь, что я делаю? Он же тоже образ Божий, такой же, имеющий такие же потенции, чтобы стать подобием даже Божьим, от образа вырасти к подобию. Да, он другой, по национальным другим каким-то регулировым признакам, но это такой же образ Божий. Даже если ты мне, в общем-то, ни разу не единоверится. И вот эта мысль в голове, она, в общем-то, должна, по идее, нормального, как минимум, христианина предостерегать от попадания во всякие такие истории. Большое спасибо за интересную, насыщенную и очень полезную беседу. Время программы подошло к концу, очень быстро и незаметно. Всегда рады видеть вас в этой студии, потому что с вами очень интересный и очень полезный разговор. Спасибо. Напоминаем, в нашей студии был протерей Максим Кокарев, ректор Самарской духовной семинарии. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!